приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы если вы следите за нашим туристическим каналом наверное заметили что весной мы были в Греции и не привезли оттуда никакого рецепта но по крайней мере не опубликовали так вот рецепты мы привезли и привезли их много потихонечку начинаем с ними разбираться их дорабатывать так сказать и публиковать сегодняшнее наше видео посвящено наверно самому понравившемуся мне блюду в Греции можно сказать что уличная еда прогуливаясь по Афинам мы очень во многих таких маленьких магазинчиках замечали особые сэндвичи эти сэндвичи едят абсолютно все греки там просто в обед стал сталкивают столпы народа и так сказать лакомятся этими сэндвичами приготовив мясо начинку для этого сэндвича мы настолько были восхищены полученным результатом что пришли к выводу что также мясо по-гречески а именно так мы его будем называть или греческий сэндвич или мясо по-гречески очень классно подходит как основное блюдо и его можно подавать с гарниром сегодня мы приготовим мясо по-гречески также приготовим из этого мясо сэндвич в общем пройдем полный цикл так сказать начиная от основного блюда и заканчивая афинской уличной едой давайте начнем с ингредиентов это мясо настолько нежное сочное и вкусное что приготовив его вы просто будете ну удивлены смотрите для приготовления я взял свиное яблочко вот такую вот часть ничего никакой жир отсюда не очищали вот как она есть так и будем ее так сказать готовить также нам понадобится помидоры лук чеснок палочка корицы немножко лаврушечки немножко пару гвоздичков гвоздички красное сухое вино оливковое масло и соль перец текстовый рецепт а также все ингредиенты вы найдете в описании видео в первую очередь мяско немножко замариную для этого раздавлю чеснок ну не камильфо давить через чеснокодавилку я знаю надо раздавить ножом и потом мелко порезать но сегодня у меня получилось через чеснокодавилку добавлю сюда черного перца ну черного перца добавляет кто сколько хочет я хочу много поэтому добавляю много и где-то столовую ложку соли все это хорошенько перемешаю добавлю сюда ложечку оливкового масла и еще раз перемешаю получился у меня вот такой вот маринаде вкусный и очень изумительно пахнувший для того чтобы мясо промариновалось изнутри сделаю несколько таких надрезов и в каждый надрезик запущу немножко маринада вот таким вот образом надрезом 10 сделаем после этого оставшимся маринадом обмажу яблочко сверху так постараюсь обмазать достаточно равномерно со всех сторон и отложу его в сторону пока буду будем готовить все остальное чтобы она немножко промариновалось пока мяско маринуется приготовим соус которым она будет тушиться помидоры пропустим через мясорубку и вот видите я взял сито сейчас будем их перетирать чтобы соус не попали остатки шкурки и всякое ненужное нам шелуха вот таким вот образом в результате в ситечке остались шкурки и семечки а вот здесь вот искомое нами томатное пюре вкусное и нежное дальше приготовленный лук порежем полукольцами порезанный лук выложим ровным слоем на дно емкости сверху водружаем наше яблочко вот так вот красота вкусно пахнущее уже далее смешаем томатную пасту с вином как по мне так это кощунство сюда еще щепотку соли все это хорошенько перемешаем еще пол стаканчика воды воды можно потом будет добавить так чтобы не переборщить такой вот соус у нас получился в котором будет купаться мясо по-гречески заливаем соусом мяско теперь можно добавить немножко водички так что мясо не было покрыто водой но практически практически вот так вот теперь друзья палочку корицы сюда так вот по бокам от мяска соусы и чтобы было вкусно потом лаврушечку тоже ее туда в соус и гвоздички разогреваем духовку до температуры 180 градусов и отправляем мясо в духовку на запекание на 4 часа при температуре 180 градусов через четыре часа мясо по-гречески готово друзья эти четыре часа выдержать было просто невозможно здесь такие запахи были это просто нечто теперь надо его извлечь потому что она разваливается просто просто разваливается вот такая красота у нас получилась мясо настолько классно приготовилась что просто некоторые кусочки взяли и отвалились сейчас мы переместим сюда и естественно соус соус это просто это просто нечто когда вы будете в афинах хозяин заведения будет брать вот так вот отламывать кусочки мяса и и выкладывать вас вам в сэндвич но мы вначале предложим свой вариант сервировки этого блюда как видите оно просто ну его можно не резать его можно вот так вот ломать оно настолько классно и настолько вкусно этот соус вот я предлагаю для семейного ужина сервировать мясо таким образом мяско подливка немножечко картошки free и каких-нибудь произвольно овощей как-нибудь так давайте сделаем и помидорчик отличный ужин семейный не правда ли теперь давайте я покажу как это выглядит в греции как правило подобную операцию проводит хозяин закусочной или магазинчика в котором готовится такое мясо берут багет прямо при вас нарезают порцию мяса после этого он делает вот так вот это помещается вот таким вот образом и теперь сюда мяско как правило они кладут сюда еще какие-то добавки какую-то зелень какую-то еще штуку но я когда заказывал это блюдо я просил ничего мне не добавлять потому что вкус мяса настолько фантастический что просто добавлять сюда ну ничего не надо а по сэндвич греческий сэндвич друзья я думаю рассказывает как это вкусно бессмысленно потому что и так видно что вкусно но все-таки я попробую сэндвич я же всегда делаю дегустацию это реально кусочек афин это настолько вкусно это мясо друзья это просто фантастика оно тает во рту за счет корицы гвоздики вот этих вот специй оно имеет настолько необычный вкус от этого оторваться невозможно мясо просто шедевральное обязательно попробуйте приготовить такое мясо к праздничному столу либо же просто на вечерний ужин либо вот так вот на тарелке либо сделайте себе сэндвич и на самом деле вы его можете охладить потом подогревать делать сэндвичи или подогревать для того чтобы подавать на тарелке друзья рецепт просто бомбовый обязательно попробуйте ну и на этом все традиционно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с ларисой снимаем для вас новые интересные рецепты всего доброго пока друзья готовьте мясо по гречески будет вкусно